Весокогорное село Псху Ценой неимоверных усилий и потерь советские войска выбили оккупантов 9 сентября по случаю празднования 75-летней годовщины освобождения от фашистских захватчиков в селе Псху прошел митинг Сегодня исполняется 75 лет со дня освобождения села Псху от фашистских захватчиков Это событие положило на начало разгрома фашистских войск в Абхазии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов В августе 1942 года фашистские войска вторглись в пределы Абхазии Были заняты Клухорский, Малрухский, Санчарский и Перевалы А 27 августа в высокогорное село Псху 1 сентября 1942 года 46-я армия Закавказского фронта перешла в наступление И первый бой с немецкими захватчиками в селе Псху приняли бойцы гудаутского батальона 9 сентября после ожесточенных боев стратегически важная сила Псху была полностью освобождена Немцы отошли на Санчарский перевал и заняли оборону Только к концу 1942 года все перевалы были отвоеваны И силы советской армии были брошены на освобождение Северного Кавказа На перевалах Кавказа сложили свои головы тысячи воинов-освободителей Вот уже восьмое десятилетие мы свято чтим память тех, кто защитил Абхазию, нашу общую родину Советский Союз от самого страшного зла 20 века От имени президента Рауля Хаджимба всем тем, кто принял участие в увековечивании памяти погибших Были вручены благодарственные письма, а ветеранам памятные подарки Поздравляю вас от имени президента Рауля Хаджимба Спасибо за внимание, что сегодня ветеранам учащихся в Великой Отечественной войне было Что нас не забыли Да, не забыли и сделали внимание от президента и от лица администрации президента Георгиевские кресты в знак уважения к воинской доблести, проявленные на полях сражения ветеранам войны были вручены от имени руководства и личного состава Черномузского казачьего войска Абхазии Долгое время судьба 33 солдат 66-го и 307-го стрелкового полка 61-й стрелковой дивизии 46-й армии Закавказского фронта оставалась неизвестной Среди защитников родины павших смертью храбрых у подножия Санчарского перевала оказались и двое абхазских бойцов Ажиба и Куцни 1907-го и 1914-го годов рождения Останки 33-х бойцов Закавказского фронта пролежали на скалах более 70 лет Руководитель международной военно-исторической поисковой экспедиции Санчара Высокогорный фронт 2017 Николай Медвенский Выразил надежду, что работа по обнаружению и преданию земле павших героев Великой войны будет продолжена Хотел бы подчеркнуть прежде всего вклад жителей Абхазии, вклад местного населения в обороне Потому что есть, ну скажем так, на руках документы, которые это подтверждают Первые, кто встретил еще до того задолго, когда немцы оккупировали село На хуторе Санчара Псхинский взвод Сухумского истребительного батальона В котором состояли местные жители Мы сейчас от имени Музея боевой славы, имени Владислава Арзенба готовим передачу документов Посвященные участиям жителям села Псху и жителей Абхазии в Абероне Там есть такие фамилии, как Муса Авицба, Мартин Казаренко, Хизир Псху Многим из вас наверняка эти имена о чем-то скажут, потому что это ваши деды, это ваши прадеды для кого-то Отдать дань памяти советским солдатам погибшим на подступах к Кавказу на Высокогорье поднялись представители администрации Сухумского района Общественные деятели просто неравнодушны В этот день вспоминали тяжелые годы Великой Отечественной войны Подвиги тех, кто отстоял свободу Родины ценой собственной жизни В Псху еще остались люди, которые помнят те страшные события Ветерану Великой Отечественной войны Евдокия Казаренко тогда было всего 14 лет Местным жителям приходилось много работать, чтобы обеспечить провизии советскую армию Все продукты из села вывозили в Сухум Отец Евдокии был проводником на перевале Отец был проводником, водили очень много Они и зимой там были, и они что пошли, они все почти погибли Мне уже 90 лет, я уже все позабыла Были у нас, отступали, были, и кормили мы их, и все Потому что они отступали, голодные были тогда, очень с продуктами было Им доступа никакого не было Так сухари им бедным кидали на перевале Мешки бросить, а куда этот мешок упадет? Кому он достался, или он по ветках рассыпался, а им не досталось Они бедные и кабаки кушали, и кукурузу, и все Голодное время было, потому что немцы как сделали Весь хлеб вывезли с России и пошли на Россию Они знали, что Россия голодная, мы их сейчас победим А оно наоборот получилось Татьяна Масальская сегодня живет в Москве Она племянница ветерана Великой Отечественной войны Евгения Масальского Узнав о том, что останки погибших на Санчарском перевале были найдены И со всеми почестями преданной земли она незамедлительно прилетела в Абхазию Ее дяде был всего 21 год, когда он погиб на перевале Не успев создать свою семью, как и многие советские солдаты Мы узнали из материалов мемориала, что мой дядя похоронен на Псху На тропе, которая идет в сторону Санчара перевала Но возможности не было никогда сюда прийти Раньше мы жили в Сухуми, а сейчас уехали, живем в России далеко И приехав отдыхать, узнали, что здесь открыли мемориал Новые возлагали цветы Ну я связалась, просто попросила, чтобы рассказать, как, что, чего И вот сын прислал мне фотографию нашего дяди, который погиб здесь Жил он в Сухуми, отсюда он ушел на фронт И воевал он в 61-й стрелковой дивизии Сегодня жизнь сельчан понемногу налаживается В этом живописном уголке нашей страны расположена маленькая школа Мы решили посмотреть, как подготовились к учебному процессу в селе На этом месте раньше располагалась старая школа В ней все дети не могли уместиться Было всего пять классных комнат Здание было в аварийном состоянии С каждым годом увеличилось количество детей И этот факт, конечно, позитивный Но в связи со всем этим возникла необходимость строительства нового здания Несколько лет назад ученики сели за парту уже в новой школе Здесь уютные классные комнаты, светлые коридоры Обучают почти всем предметам, за исключением абхазского языка Преподавателей нет, как и нет специалистов среди местных жителей Желающих ехать, преподавать в это высокогорное село тоже пока не наблюдается Это проблема, которую не удалось решить на протяжении долгого времени С сожалению, отмечают жители Английский у нас изучается тоже, а абхазского нет Значит, у нас приезжали, это было студенты, это один год приезжали Практику проходили Дети очень довольны Предметы у нас все изучаются Вне зависимости от того, есть у нас специалисты или нет Мы стараемся, это в принципе все у нас предметы И математика, и русский, и литература, и химия То есть это все предметы Может быть не в полной мере, конечно, физика, химия Но почему-то В принципе, закончили высшее учебное заведение Химия, я думаю, тоже на уровне преподается Но у нас, конечно, специалистов физики нет Но все предметы ведутся Всего в школе села Псху учатся 35 учеников В этом году первоклассик нет, но зато есть выпускной класс Классы по 5-6 человек, а самый большой класс, конечно, мы выпустили Теперь немножко у нас школа мельчала, как говорится Но уже в стенах этой школы у нас много учащихся Пошли дальше учиться Трое мальчиков, и даже один в этом году уже поступил в высшее военное училище в России Один уже закончил, и третий, значит, еще один, это еще учится То есть сейчас двое обучаются Один уже закончил Значит, вот он летает даже на вертолете Учитывая, что купить в селе что-нибудь практически невозможно Есть только небольшой продуктовый магазин Куда продукты завозятся вертолетом Поэтому канцелярские принадлежности, которые так необходимы для учебы Бесценный подарок начала учебного процесса Школа находится в центре села Псху Каждый день учащиеся преодолевают десятки километров, чтобы дойти до школы Таковы особенности учебы в Псху Дети идут с хуторов, тяжело Это, значит, вот у нас хутор, это серебряный, ригза Они спускаются вниз, поднимаются наверх в школу То есть им все равно, значит, спуститься и подняться И точно так же обратно домой Тяжело, конечно, пять километров по горам С Санчера там тоже пять километров Но им кто-то один раз, они спускаются, потом поднимаются То есть и вот с битаги тоже, опять же, это у них То есть тяжело, конечно, но ходят это Зимой было сложно, особенно в прошлом году В связи с тем, что у нас, значит, сломался ГЭС И школа-то у нас отапливается за счет света Поэтому мы в школе заниматься и не могли Приходилось заниматься, как вот, лишь бы, как бы у нас получился Это, чтобы мы не пропустили год Приходилось, это учителя, значит, на дому с детьми занимались Ну, нашли, как бы, одно здание, где это могли дети приходить Очень тяжело было Дети от одного учителя к другому доходили Вот поэтому, может быть, это, как бы, немножко нам сложновато в этом году В высокогорном селе невозможно было не заметить золотые купола, утопающие в ярко-зеленых лесах на фоне голубого неба В Абхазии это единственная деревянная церковь, сооруженная без единого гвоздя После девятилетнего строительства в прошлом году храм Иоанна Крестителя Открыл свои двери для христиан И символично, что открытие церкви совпало с Днем Рождества Богородицы Сегодня храм украшен иконами Прихожане собираются здесь, чтобы помолиться Ибо не столько нужно силы, чтобы передвинуть гору Сколько, чтобы силой творить чудеса Рината Шака, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова